Путь от Бога к авторам И для начала давайте обратимся к очень известному фрагменту, я думаю, вы уже догадываетесь, какому. Второе послание Тимофею, 3 глава, 16 и 17 стих. Но я попрошу вас начать читать немножко раньше. Я попрошу кого-то из вас сейчас просто встать и прочитать всю главу, всю третью главу 2 послания Тимофею. Почему? Вы услышите буквально через несколько минут, вы поймете буквально через несколько минут. А один из вас, самый смелый, будет читать. А всех остальных я попрошу задуматься над ответами на такие вопросы. Первое. Из этого текста, из общего вашего знания 2 послания Тимофею, где находится Павел во время написания этих строк? Что с ним происходит? На каком этапе своей жизни находится апостол Павел? Второе. Вспомните об отношениях Павла с Тимофеем. Кем приходится Павлу Тимофею? И третье. Ответив на первые два вопроса, вы сможете сделать вывод относительно того, зачем Павел пишет все эти слова. Итак, где находится Павел? Какой этап жизни у него? Какие у него отношения с Тимофеем? И зачем он все это Тимофею пишет? Побудем читать, начиная с первого стиха. Сейчас мы увидим, кто самый смелый в этой группе. Пожалуйста. Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся. К всем принадлежат те, которые вкрадываются в дом и обольщают женщин, утопающих во грехах, водимых различными похотями, всегда учащихся и никогда не могущих дойти до поздания истины. Как Иоанни и Амри противились Моисею, так Исии противятся истине. Люди, разращенные умом, невежды в вере. Но они немного успеют, ибо их безумие обнаружится пред всеми, как и с теми случилось. А Ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении, в гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохии, Иконе и Листрах. Каковы гонения я перенес и от всех избавил меня Господь. Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. А Ты пребывай в том, чему научен, и что Тебе вверено, зная, кем Ты научен. При том же Ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить Тебя во спасение веры во Христа Иисуса. Все писание Бога духовновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Спасибо большое, Ирина. Итак, где находится Павел и какой это этап его жизни? В первых стихах первой главы вы можете найти, но и также это некое общее знание, которое, я думаю, у вас есть. Второе послание Тимофея, откуда написано, кто помнит? Из Уз. Из Уз. Уз, вторые Узы Павла. Уз, вторые, да, вторые Узы Павла. Он находится в тюрьме в Риме, и это уже не домашний арест, который был несколько раньше. Это конкретная, совершенно серьезная тюрьма. Совершенно верно. Это конец служения апостола Павла. Это конец, фактически конец его пути. И он передает эстафету. Кому он передает эстафету, и в каких отношениях они с этим человеком находятся? Пожалуйста, это ко второму вопросу. Ну, самый смелый. Хорошо. Тимофей он передает эстафету, совершенно верно. А и Тимофей, его ученик, как говорит апостол Павел о своих отношениях с Тимофеем в третьей главе? Вы читали эти фрагменты? Что сделал Тимофей? Саш, заметили? Он последовал учению. Он последовал, да, Ирина, Александр, он последовал учению. Он был вместе с апостолом Павлом, совершенно верно. Значит, Павел передает эстафету. И, слушайте, прав я или нет? Павел обещает Тимофею золотые горы и безбрежный океан любви и голубое небо счастья. Ничего подобного он не обещает. Он обещает нечто совершенно другое. Что Павел обещает Тимофею? Что люди будут противиться. Помните, как это похоже на слова Иисуса Христа? Помните, Иисус говорит, в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. Он говорит это в конце своего земного служения своим ученикам. А тут Павел обращается к Тимофею в конце своего служения и говорит, в последнее время люди будут противиться. И вот в этой третьей главе у нас противопоставление. Ситуация последнего времени, то, что будет происходить, то, как будут относиться к тебе люди, как относиться будут ко Христу люди, но, или а, ты делай то-то и то-то. Итак, люди будут противиться, но у тебя есть некий якорь, нечто такое, чему ты можешь доверять. Теперь давайте вспомним, кем был Тимофей по своей национальности. Там была смесь на самом деле. Расскажите, пожалуйста, кто помнит? Мать Иудиянка. Мать Иудиянка и бабушка здесь тоже упомянута, да? А отец? Отец Эллен. Отец Эллен, совершенно верно. И вот Павел говорит Тимофею о том, что ты с детства знаешь то, что называют словом Писания, графеи, которые могут умудрить тебя или способны умудрить тебя ко спасению. Итак, какой якорь обещает Павел Тимофею вот на эти суровые дни, на эти суровые последние времена? Этот якорь называется словом? Богодухновенное. Богодухновенное Писание. Совершенно верно. И на самом деле каждый из нас, кто включился в духовную борьбу, кто включился в духовную битву, которая идет в этом мире, знает вот это ощущение, когда все валится из рук, когда ничего не получается. Когда кажется, что ну все разваливается, и нужно найти в этот момент какой-то якорь. И вот на такой момент как раз апостол Павел и дает якорь Тимофею. А дальше самое интересное. 16 стих. «Все Писание Богодухновенно и полезно». Мы с вами можем углубиться в обсуждение греческого языка, греческой грамматики. Делать мы это с вами не будем. Если вы хотите об этом подробнее, посмотрите, пожалуйста, курс доктора Джона Файнберга. Мы с вами подойдем к этому вопросу немножко иначе. Дело в том, что существует, по крайней мере, две возможности, два варианта перевода 16 стиха. Первый вариант, тот, который у нас в канонической Библии. «Все Писание Богодухновенно и полезно» и так далее. А теперь второй вариант, который действительно некоторые предлагают, хотя предлагающий этот вариант находится в меньшинстве. «Все Богодухновенное Писание также и полезно». «Всё Богодухновенное Писание также и полезно». Что можно сказать в ответ вот на такой вариант? Ну, в ответ на такой вариант можно, в частности, поставить вопрос. Хорошо. А «Небогодухновенное Писание»? Оно что? Полезно? Вредно? Или нейтрально? Но тогда следующий, более важный вопрос. А как отличить Богодухновенное Писание от небогодухновенного? И тогда очень было бы хорошо, если бы Павел взял и рассказал Тимофею, вот Богодухновенное Писание отличается так. Вот такие-то книги в Ветхом Завете богодухновенные, такие-то авторы богодухновенные, такие-то места богодухновенные, а другие места небогодухновенные. богодухновенны. Нет, апостол Павел этого не делает. Он отсылает Тимофея к Писанию, которое он знает с самого детства, и говорит, что все Писание богодухновенно. Все Писание буквально выдохнуто Богом. Все Писание выдохнуто Богом. Большинство исследователей Библии, подавляющее большинство исследователей Библии, и по грамматическим, лингвистическим соображениям, и по соображениям контекста придерживается именно вот этого канонического нашего перевода. Все Писание богодухновенно. Хотя вы можете услышать возражения по этому поводу, особенно если будете беседовать или спорить с некоторыми людьми, которые где-то что-то читали, где-то что-то слышали. Они вам скажут, нет, можно переводить и по-другому. Все богодухновенное Писание также полезно, но есть еще и небогодухновенное Писание. Тогда вы можете сказать, хорошо, покажите мне, где Павел разграничивал одно и другое. Покажите мне, где Иисус говорил, смотрите, ребята, вот эти книги в Ветхом Завете полезны, вот эти книги не полезны. Покажите мне, где ранняя церковь, допустим, говорила, что вот послание Павла важнее послания Якова. Или наоборот, послание Якова важнее послания Павла. Ну а послание к евреям, ну как-то он частично, да, что-то там есть полезное, что-то не очень. Вот дело в том, что таких разговоров до последнего времени, скажем так, века до 18-го, до 19-го практически не было. Все Писание Богодухновенно. А этот момент очень важен, и даже не обращаясь к греческой грамматике, мы можем увидеть его просто из контекста. Павел дает Тимофею не половинку якоря, он дает ему этот якорь целиком. У Богодухновенности есть несколько составляющих. Алина, какова первая из них? Бог выдает свое слово. Да. И вот эта мысль о Божьем водительстве основана как раз на стихе, который мы с вами прочитали. Все Писание по-гречески слово Theopneustos. Давайте его разложим на элементы. Theo или Theo. Что такое Theos или Theos? Бог. Pneustos от греческого слова pneuma. Pneuma, например, русские слова такие как пневматический. Да? Пневматический. Основанный на действии воздуха. На действии воздуха. Пнеума изначально это ветер. Это воздух. Это движущийся воздух. А соответственно и Дух Божий. Значит, Theopneustos буквально выдохнуто Богом. Бог выдохнул свое слово. Выдохнул Священное Писание. И вот здесь нам с вами, в связи с этим первым этапом, нам очень важно сделать такое разграничение. Уже в XVI-XVII веках в мирском словопотреблении, в мирском обиходе, начинает активно использоваться такое понятие, как вдохновенный. Вдохновенный тот, кто каким-то образом находится под водительством Бога. И вот можно, например, сказать в связи с этим, что стихи Шекспира, сонеты Шекспира вдохновенные. Кто из вас может попробовать объяснить нам тогда разницу между вдохновенностью сонетов Шекспира и вдохновенностью псалмов Давида? Ну вот я вам, скажем так, попытаюсь просто представить человека, который вам возражает и говорит, да, конечно, все Писание Бога вдохновенно. Потому что авторы Священного Писания испытали особое действие Божие. Потому что они были действительно продвинутыми в богословии людьми. Они были великими поэтами. Вот великий поэт Давид, великий поэт Шекспир, а сонеты Шекспира Бога вдохновенные или вдохновенные, и псалмы Давида вдохновенные. Какая же разница? Да никакой. Все великие шедевры литературы в той или иной степени вдохновенные. Кто может по этому поводу что-то прокомментировать? Пожалуйста. А я думал, в руку поднимаете, вы просто хорошо. Ну вот прямо сходу, что бы вы сказали в ответ на такое? Мне кажется, что Давид был вдохновлен Богом, он имел общение с Богом, а Шекспир это как человеческое вдохновление, может быть, там, я не знаю, такое мирское вдохновление. Ну да, вдохновление. Мирское вдохновление. Так, ну, неплохо. Давид имел общение с Богом, Шекспир, а вдохновение Шекспира вы назвали мирским. Еще есть какие-нибудь мысли? Вектор направленности. Вектор направленности. А расскажите нам, пожалуйста, Сергей. Ну то есть, если Давид направлял свои мысли, стихи Господа, то Шекспир мог писать на любые темы, а там, любовные, не знаю, кто еще. Так, вы подошли к очень важной вещи. Чувственные. Вы подошли к очень важной вещи. Содержание. Содержание, чему посвящены эти тексты. Насколько они противоречат друг другу? То есть, насколько, допустим, я могу сравнить, там, Сауну и Давид, насколько они, их содержание, их контекст противоречат друг другу? И насколько может сонет Шекспира противоречить друг другу? То есть, в плане, то есть, сегодня он вдохновлен, я не знаю, там, женщиной, любовной лирикой, завтра он вдохновлен природой. И насколько это друг другу, как бы, в контры вступает. Ну так и Лир, Давид тоже, сегодня он бегает от Саула, вот, завтра он в восторге славит Бога. Ну, скажем так, во-первых, Бог, он присутствует в любых стихах Давида, вот, и он посвящен, и они все, как сказали уже Богу, а в сонетах, скажем так, разные. Покажу вам маленькую сценку. Актер из меня никакой, да и пустыни здесь нету, но все же. Давида оставим на минутку в стороне, к нему подойдем немножко позже. Вспомним другого автора библейского, того, кто написал первые пять книг Ветхого Завета. Звали его? Моисей. Так вот такая сценка. Пасет Моисей, что уж там, кого уж там, пас, овечек, неважно в данном случае. И выдался Моисею свободный денек. И сидит Моисей там, в этой пустыне, в степи, и думает, о чем бы мне сегодня подумать? А подумаю-ка я, пожалуй, о Боге. Что мы знаем о Боге? Моисей устремляет взору ввысь. Наверное, Бог безграничен. Он больше, чем простор этой вселенной. Моисей берет табличку и записывает. Бог безграничен. Наверное, Бог наш народ любит. Хотя, простите, а Моисей уже начал писать. Бог любит и остановился. Простите. Мы в Египте. Наверное, не очень любит. А, ладно. Бог когда-то любил нас. А чтобы Он полюбил нас еще больше, нам надо, и Он пишет, выйти из Египта. А, понял. Говорит Моисей, пойду-ка я к фараону. И приходит Моисей к фараону. И говорит, Бог повелевает тебе, отпусти народ мой. Как вам такая картинка духовно просветленного гения богословия, мыслителя древности Моисея, который вдруг взял и составил для себя совершенно замечательную картину Бога? Насколько это соответствует, соотносится со словами священного писания в книге «Исход»? Это не соотносится это никак. Потому что не собирался Моисей рассуждать о Боге. Потому что не собирался Моисей идти к фараону. Бог явился Моисею в горящем кусте, а Моисей спрашивает, ты кто? Он говорит, я сущий, я хуэ, я есмь, я сущий. Как имя тебя? Моисей спрашивает, Бог отвечает на вопрос. Иди к фараону, говорит Бог. И на Моисея нападает мандраж. Помните, сколько раз он пытается, извините за такое современное словечко, отмазаться от этой идеи. Но у него не остается выбора. Бог говорит ему, иди. Когда Моисей говорит, я не красноречив. Бог говорит, вот Аарон с тобой пойдет. Иди и делай то, что я сказал. Вот видите, какая разница? Вот то, что вы начали говорить сегодня о векторе, было совершенно точно. Библейская богодухновенность – это вектор, направленный от Бога к человеку. Причем, когда мы читаем с вами Священное Писание, мы видим, что авторы Священного Писания далеко не всегда были изначально готовы записывать. Они далеко не всегда были теми людьми, которых, скорее всего, использовали бы для этой задачи. Но Бог взял и решил использовать их для этой конкретной задачи. Поэтому, пожалуйста, Вадим, какая вторая составляющая богодухновенности? Человеческое посредничество. Человеческое посредничество. И откроем мы с вами сейчас и вместе прочитаем второе послание Петра, первая глава с 19 по 21 стихи. Второе послание Петра, первая глава с 19 по 21 стихи. Кто первый найдет, пожалуйста, читайте вслух. И притом мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Целые поколения советских людей в 70-е и 80-е годы, уже прошлого века, узнавали о Христе из двух источников. Во-первых, это роман Булгакова «Мастер и Маргарита». Ну, там с образом Христа особая история, мы сейчас сдаваться в это не будем. А во-вторых, это рок-опера Ллойда Уэббера, которая называлась «Jesus Christ Superstar». «Иисус Христос – суперзвезда». Был даже анекдот про советского деятеля известного, который сидит и говорит «Я стар, я очень стар, я суперстар». Может быть, помните такие шутки ходили. Так вот, «Иисус Христос – суперзвезда». И вот в рок-опере «Иисус Христос – суперзвезда» есть такая замечательная сцена. В библейском повествовании она соответствует Тайной Вечере. И вот апостолы, будущие апостолы, ученики Иисуса Христа, разомлев на Тайной Вечере, сидят и поют песню. А в песнях такие слова. «Я всегда мечтал, что когда-нибудь стану апостолом. И если очень постараюсь, у меня обязательно получится. И потом мы уйдем на пенсию и напишем Евангелие, чтобы все о нас говорили и после нашей смерти». Вот такая картинка. Между прочим, самая мирская картинка, самое мирское понимание участия человека, которое только можно себе представить. Но поймите, пожалуйста, что именно это и сидит в головах у многих из наших собеседников, когда мы с ними начинаем говорить о Библии. Вот апостолам делать было нечего, и они взяли и решили написать Евангелие. Во-первых, Петр говорит, что мы не сами решили, потому что пророческое слово человек сам произнести не может. Это должен Бог им двигать, это должен произойти первый этап. Бог должен к ним обратиться и сказать «пиши». А во-вторых, собственно говоря, богословами-то большинство из них не было. И дела у них были другие. Так что сказать о том, что апостолам нечего было делать, они решили написать Евангелие, будет совершенно неверно. У них, простите, рыбку надо было ловить, кому-то налоги надо было собирать, в общем-то у всех свои дела. Луке, людей надо было лечить. И вдруг Бог начал в них работать. И вот начинается написание. Вот происходит этот процесс, который называется Богодухновенностью. Итак, первая часть – это Божие водительство, то есть инициирует процесс Бог. Вторая часть – участие людей. Давайте прочитаем с вами первые три стиха первой главы «Послание к евреям». «Послание к евреям», первая глава, с первого по третьей стихи. «Бог многократно и многообразно говоривший из древня отца пророка. Последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил под наследником всего, через которого и веки сотворил». Спасибо. Останавливаемся здесь. Спасибо, Эльвира. Обратите внимание в первом же стихе. «Бог многообразно говоривших отцам через пророков». Сейчас, в последние дни, говорит во Иисусе Христе. Давайте вспомним, каким образом Бог обращался к пророкам. Каким образом Бог говорил через пророков. Помните, как часто в Ветхом Завете говорится «И было ко мне Слово Господне». Бог каким-то образом, пророк каким-то образом слышал Божие Слово, обращенный непосредственно к нему и записывал. Иногда Бог говорил пророкам через сны, через сновидения. Иногда Бог обращался к пророкам через какие-то исторические события, которые нужно было записать, через видения, даже через изучение других пророков. Помните, Даниил по книгам сообразил конец Вавилонского плена. Это девятая глава пророка Даниила. Там получается, что Даниил читал на самом деле другого пророка, Даниил читал книгу пророка Иеремии. И сообразил, понял, что пришел конец Вавилонскому плену. Бог разными способами говорил к пророкам, через пророков говорил к людям. И сейчас уже, вот в эти последние дни сии, как мы читаем в первой главе «Послание к евреям», он говорит в Иисусе Христе. Значит, мысль о том, что пророки или апостолы отличаются от нас лишь высокой степенью богословских познаний, эта мысль не соответствует действительности, она не соответствует истине. Более того, если вы когда-то будете изучать греческий язык и попытаетесь, допустим, прочитать, как по-гречески написано второе послание Петра, то вы увидите, что греческий язык для Петра был языком иностранным. Вы увидите, что владеет он греческим языком плохо, но Бог избрал его для того, чтобы он, Петр, взял и начал писать. Вот эта мысль, которую я сейчас попытался с вашей помощью до всех нас донести, она на самом деле очень важна. Когда вы читаете Священное Писание, когда вы интерпретируете Священное Писание, да, мы понимаем, что авторы Священного Писания – это богословы, но не надо их воспринимать как только великих богословов. Это люди, через которых решил трудиться Бог. А теперь позволю себе маленькое-маленькое отступление. Среди нас есть разные люди, в частности, Ирина, насколько я понимаю, вы с мужем ведете церковные служения, правильно? Ирина, да. Ирина, слушайте, вам никогда не приходил в голову вопрос, а почему Бог на это именно нас избрал? И вы думали, а, мы были самые умные, самые подготовленные и самые все знающие. Бог оглядел город вокруг и говорит, вот эта семья, она соответствует всем требованиям, а поэтому она будет служить. Вы к такому ответу на этот вопрос пришли для себя? Совсем нет. Совсем нет. Вот то же самое на самом деле, каждый из нас, я думаю, так или иначе думает, рассуждает для себя, почему Бог меня избрал именно для этого? И вот если мы с вами поймем, что мы избраны просто потому, что Бог так захотел, потому что в своем плане, в своем замысле, Он решил так сделать. Если мы это поймем, то с авторами Священного Писания нам также будет гораздо проще. Они избраны, потому что Бог решил через них дать свое слово. Именно поэтому Моисей сидит в себе, занимается своим делом. Бог ему является и говорит, действуй. Моисей говорит, не могу, не буду. Будешь, действуй. Именно поэтому Давид меньший из сынов отца своего, которого, вы помните, что ведь отец даже представлять Самуилу сначала не захотел. Когда Самуил приходит и говорит, вот, ну что, есть ли у тебя, вот, покажи мне своих сыновей. Он говорит, есть ли у тебя еще сыновья. Да, вот там еще один. А Бог говорит, ты будешь действовать. Именно поэтому Лука занимался своими медицинскими делами и занимался. А потом Бог ему положил на сердце взять и записать Евангелие. Записать об Иисусе Христе. Исследовать источники, да. И в конце концов записать слово об Иисусе Христе. Именно поэтому еще более драматично Савву. Ну, он воспылал гневом на всех этих христиан. И были у него основания. Потому что Савву казалось, что христиане проповедуют ересь. Христиане поклоняются тому, кто распят на древе. Он помнил из Священного Писания, из Ветхого Завета слова о том, что проклят всякие висящие на древе. То есть эти христиане, с точки зрения апостола Павла, с точки зрения еще Саввы, извините, поклоняются тому, кто по определению проклят. И со всем своим молодецким рвением и удалью молодецкой Саввы идет и начинает истреблять христиан. А Бог его останавливает и говорит, что ты меня гонишь? Трудно тебе идти против рожна. Кто ты? Знаете, как Моисей спрашивал, кто ты? Так же Савву. Савву спросил, кто ты? Я Иисус, которого ты гонишь. И вот его путь кардинальным образом, коренным образом меняется, и он становится апостолом язычников. Видеосеминария ТВС благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте www.tvseminari.com Вот Бог, призывающий автора Священного Писания. А дальше больше. Итак, Божие водительство, человеческое посредничество, человеческое участие, человеческое посредничество. И результат. Результат. Ирина, пожалуйста, расскажите нам. На слайде. Третий пункт. Божественный авторитет Писания. Божественный авторитет Писания. Иными словами, получается Писание, которое имеет Божий авторитет. А теперь смотрите, какая вещь. Теперь смотрите, какая вещь. Вот эти два составляющих. Божие участие и человеческое участие. Допустим, мы скажем, мы поставим акцент на Божие участие и забудем про людей. У нас получается, что Библия буквально упала с неба. Ну, Бог где-то там людям надиктовал, один записали. Но люди тут не столь важны. Потом мы начинаем читать Библию. И мы видим стиль каждого автора. Мы видим индивидуальность каждого автора. Мы видим ее человеческие черты. И мы обламываемся. Как так? Я думал, что это с неба книга упала. Ну, давайте, например, первое послание Коринфянам, первая глава с 14 стиха. Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гая. Дабы не сказал кто, что я крестил в мое имя. Крестил я также Стефанов дом, а крестил ли еще кого, не знаю. Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать. Не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Стоп. Спасибо большое. Скажи, спасибо, Ирина. Скажите, пожалуйста, так скольких человек в Коринфской церкви крестил Павел? Двое. Уверены? Он сам не уверен. Сколько? Он начинает с того, что говорит, благодарю Бога, что я никого из вас не крестил. Никого. Кроме двух. Потом еще. А потом еще крестил никого, я не помню. Значит, видите, он проявляется, вы видите его как человека. И если мы читаем Священное Писание как только Божию книгу, забывая о части природы, человеческой части его природы, тогда эти вещи нам будет трудно объяснить. И более того, тогда нам покажется, что все авторы Священного Писания на одно лицо. Мы не будем говорить о тех людях, которых использовал Господь. У нас получается искаженное восприятие Священного Писания. С другой же стороны, если основной акцент поставить на человеческую природу Священного Писания, забыв о его божественной природе, ну тогда получится, простите, одна из многих книг художественной литературы, которым место в христоматии, в библиотеке, но которые уж никак не имеют божественный авторитет. То есть Божья и человеческая природа Священного Писания органично соединяются и сосуществуют, и, скажем так, сотрудничают. Писание имеет и Божью, и человеческую природу. Большинство, кстати говоря, либеральных искажений, большинство либеральных подходов основаны именно на том, что люди забывают о Божьей, сверхъестественной природе Священного Писания, и говорят лишь о природе человеческой. Скажите, пожалуйста, а где еще в богословии мы с вами такое видели? Две природы. Божья и человеческая. Причем это человеческая природа без греха. Да, совершенно верно. Так вот, как только нам кто-то скажет, да не может такого быть, да это взаимоисключающие вещи, как так? Как и Божие, и божественные, и человеческие, и то, и другое. Уж вы выберете одно или другое. Мы с вами моментально можем спросить. Скажите, пожалуйста, а как со Христом? А как насчет природы Иисуса Христа? А мы видим и то, и другое. И божественное, и человеческое. Интересно, что в книгах некоторых других, в священных книгах некоторых других религий, человеческих религий, скажем так, вот этот элемент человечности практически упраздняется. Бог диктует, люди записывают, и ничего больше. В христианстве, в живой вере, мы имеем живое слово. Почему оно живое? Да потому, что оно целиком и слово Божие, и написано через конкретных людей. Что же такое богодухновенность священного Писания? Давайте посмотрим на это определение. Оно, собственно говоря, основано на том, о чем у нас уже шла речь. Оно сводит воедино то, о чем мы говорили на протяжении последних 30-35 минут. Это Божие действия. Причем здесь мы можем написать, дополнить, скажем, таинственное Божие действия, потому что мы, собственно говоря, не понимаем окончательно механизмы этого Божьего действия. Мы знаем, что Бог так сделал. Это Божие действия. Но Божие действия посредством пророков, посредством людей, которых он для этого использовал. И может возникнуть вопрос, а что же значит здесь слово пророки? Мы к этому подойдем несколько позже и ответим на этот вопрос обязательно. Божие действия посредством пророков, в результате которого Бог произвел авторитетное и безошибочное, вот это важные слова здесь, безошибочное священное писание, используя при этом особенности воспитания, образования и стиля каждого из этих пророков. Бог произвел безошибочное, авторитетное писание. В связи с этим мне бы хотелось, чтобы мы разграничивали еще три важных понятия. Во-первых, откровение. Откровение — это действие Бога. Бог открывает. То есть Бог убирает преграды для того, чтобы мы что-то поняли, для нашего понимания. Толкование, с другой стороны, это действие человека. Бог открывает, мы истолковываем. Почему это важно? Почему важно разграничить эти два понятия? Откровение — вектор сверху вниз, толкование — вектор снизу вверх. Почему это важно? Иногда говорят так, я думаю, вы это выражение слышали. Согласно Библии можно доказать все, что угодно. По Библии можно доказать все, что угодно. Значит, смотрите, если вот этого первого вектора нет, если Бог действительно ничего не открыл, и есть некий набор слов, набор букв, то тогда действительно можно доказать все, что угодно. Но если Божие откровения таки имеются, а на протяжении всей истории и иудаизма, и христианства наличие Божьего откровения считалось аксиомой, тогда наша задача не в том, чтобы доказывать все, что угодно, а в том, чтобы найти истолковать уже известное, уже данное Богом откровение, чтобы эти векторы встретились. Откровение, толкование. Вот здесь, собственно, у нас получается подлинная интерпретация Священного Писания. Но, дабы иметь возможность истолковывать Священное Писание, Священное Писание, мы должны испытать определенное действие Святого Духа. Это состояние, когда Бог открывает наш разум, когда Бог просветляет наш разум, а в богословии называется словом озарение. Смысл вот в чем. Толкуя Библию, мы пользуемся определенными приемами, определенными подходами, но при этом важно также, чтобы сам Бог, давший нам Священное Писание, помогал нам и в его интерпретации. Вот это, собственно говоря, и называется озарением. То, что мы говорили сейчас, о чем мы говорили сейчас, это евангельский, стандартный евангельский, консервативный, скажем так, евангельский подход. Есть и другие подходы. Сторонники других подходов выдвинут возражение против стандартного евангельского подхода. А об этих других подходах мы сегодня будем говорить до конца наших занятий, мы обязательно об этом побеседуем. Но начинаем мы все-таки с некой основы, с того учения, которое исповедуют и исповедовали евангельские христиане на протяжении всей истории. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok